Вопрос в том, что в России существует масса нациалистических организаций, причем на средства бюджета. Вы об этом знаете? Масса националистических организаций. Первое. Российский еврейский конгресс позиционирует себя как сионистское движение. Сионистское движение – это и есть национализм еврейский. Второе. Федерация еврейских общин. Третье, четвертое, двадцатое, двадцатьпятое – это всяческие национально-культурные автономии. Значит, если вы зайдете на сайты этих национально-культурных автономий, ну просто для интереса даже зайдите и посмотрите их отчеты, что они проделали за предыдущий год, и у них там есть архив, что они делали до того. Значит, вы увидите, что никакого отношения к культуре и культурной автономии не имеют. Значит, они постоянно общаются с федеральной миграционной службой, с МВД, с ФСБ, с органами власти. То есть они решают национально-политические вопросы свои. Это чистой воды националистические организации. И плюс к этому добавьте еще диаспоры вообще, которые не имеют юридического статуса, но которые де-факто существуют. И это все националистические организации. Значит, единственный национализм, который у нас сегодня запрещен – это русский. И Украина – это не цель каких-то западных спецслужб. Цель – это Россия. Украина – это начало. Вот как будут ее разворачивать, как ее будут разыгрывать и как ее будут разменивать – это уже будут тактические какие-то расклады. А стратегия – это также расколоть Россию. И в этом главную помощь всем этим спецслужбам сыграет как раз олигархия. И в этом как раз состоит главный смысл того, что мы сегодня заявляем своей целью национализация. То есть вот эту пятую колонну нужно изжить из фундамента того дома, который мы собираемся построить. Вот олигархию нужно изжить. Поэтому национализация является первой целью для националистов. Вообще нужно увязку сделать лучше не национал-патриот, а такую увязку сделать – делать знак равенства. Националист – национализация. Все. Это исходит из одного корня. Действительно возникла некоторая дискуссия. Мне кажется, просто здесь надо применять принцип уместности. Вот неуместно говорить о русском национализме, когда ты выходишь на аудиторию, которая к этому абсолютно не готова. Например, на аудиторию центральных каналов. Если тебя приглашают в какую-то студию и начинаешь противоставлять себя всем остальным, исключая этих диалогов, то ты и зрителей тоже отрываешь от себя. Может быть, малая часть скажет – да, очень хорошо, все остальные отвернутся. Поэтому там немножко другая риторика должна быть. Но если мы приходим в среду своих, то нам нечего стесняться абсолютно. Если мы проводим митинг, связанный с национализацией, то национализм здесь естественный, и эти идеологические дискуссии надо вести свободно, просто не надо переходить на формат какой-то рубаники. Принцип уместности срабатывает и в отношениях, например, с теми же красными. Если мы пришли к ним на митинг с леваками, мы немножко по-другому с ними разговариваем. То есть можно поставить барьер, и тогда этот барьер будет непроницаемым. Вы такие, мы такие, мы разошлись. А можно сделать проницаемый барьер и сказать – тебе всего-то осталось, вот полшага сделай, и ты будешь уже с нами. Они с ними. И самый яркий пример – это пример Христа, который приходил к людям абсолютно чуждым тому, что Он нес. И они становились христианами, они шли за ним, и потом апостолы. То есть надо идти к тем людям, которые к нам, может быть, и чуждые, и даже враждебные, но находить то самое слово, которое позволяет их делать нашими союзниками и соратниками. Я думаю, что это возможно. Не со всеми, конечно, есть полностью с выключенными мозгами. Вчера Николай Владимирович как раз продемонстрировал искусство общения. Вкрутил людям, которые казались абсолютно безнадежными, он им что-то, по крайней мере, заранил, смог заранить их. Это сложно, это сложно, безусловно, этому надо учиться. Но учиться на практике, только на практике. А практика должна быть. Не стройте непроницаемого барьера. Барьер должен быть проницаемым. Поэтому и риторика в каждом случае должна быть своя. Где-то национал-патриоты, где-то, он говорит, мы русские националисты. Где-то, говорит, единая Русь, да. А где, надо говорить, нам размежеваться надо, потому что на этой единой Руси есть олигархи, запредельники и так далее. Есть мы, русские люди, которые должны привести к власти своих лидеров, своих важных. Если мы видим, что люди не готовы к восприятию от прямых таких истин, нам не нужно с ними воевать. Или не надо ходить вообще, не надо разговаривать. И надо говорить, я не буду выступать. Или мы не выступаем, или мы выступаем так, чтобы они к нам приблизились. Приблизились к тому, чтобы поближе рассмотреть нас. Они издалека смотрят, да это же какие-то монстры. А мы, кто? А мы, мы нормальные. Русские националисты? Нет, русские националисты, но они должны сделать к нам шаг. Они с близкого расстояния на нас посмотрят и скажут, так это же нормальные люди. А потом мы скажем, мы же русские националисты. И это уже снимется вопрос, его не будет. Его не будет. Русские националисты – это нормальные люди, вот и все. Но мы должны их подвести к этому, если вообще перед нами стоит эта задача. Противоречие-то есть даже между двумя людьми. Но на каком-то этапе нет противоречия. То есть если мы не спорим о каких-то мелочах, которые нас разделяют, и нет противоречия. Поэтому давайте мы на поле там, где нет противоречия, договоримся, а дальше посмотрим. Мы уже давно находимся в информационной войне. Это война, которая идет с Россией и войне. Русские националисты проигрывают на сегодняшний день. Почему? Потому что у власти те, которые имеют главное оружие – это СМИ, и откладывать в мозги, и промывать мозги так, как им нужно. Я просто исхожу из того, что вот даже с нацполами, у них куча штампов. Куча штампов. Ну, пусть они только с властикой. Очень хорошо, что если они придут, только с властикой. У них уже штампы, которые им повесили, либералы. Они национал-большевики, а им про националистов повесили. Они элементарно не знают. Выяснилось потом, что оказывается у ее. И у них очень много общего. И в декларации очень много общего. По избойке там три тысячи человек у меня друзей. В первое время антисемиитка, как только их называют и так далее. Я как бы веду свою тему конкретную, не скажу слов. И со временем я смотрю, что эти люди начинают интересоваться. Вступают в спор, интересуются. Потом смотрю, те же самые люди начинают делать перепост. Потому что они видят, что ты внешь свою линию. Что на этой линии какая-то провода. Ты размещаешь какие-то видео, где националисты что-то хорошее сделали. И в результате волей-неволей они убеждаются в том, и уже переходят ту грань, когда они уже на своей странице. Сегодня он сделал перепост и считает нужным разместить что-то там про великую Россию у себя на странице. Это и есть победа. Когда ты свою тему продвигаешь, но в то же время ты считаешь со своими людьми, что их мозг зашлакован. И что они не готовы вот так, как действительно стена, взять и ударно принять, только потому что ты кричишь, что ты прав. Вот как бы вот так. Действительно надо быть гибкими. Это не значит, что отказываться от своих всяких медиалобий.